Всех приветствую, я Елена, канал Зачный Креатив. Сегодня занималась тем, что прикапывала растения, которые купила недавно, четыре можжевельника, тую, розы, барбарисы и мискантус. Покажу, какие корешки у роз. Я их подрезала перед тем, как прикапывать и корешки, и побеги. Покажу и в пурпурную нано, и черенки гортензии меня просили в комментариях показать, как они себя чувствуют. Также покажу вам наш гигантский сердырей, который вырос у нас даже не из семечка. Купали зимой на еду и укоренили. Такой он огромный вырос, сейчас покажу какой. И покажу, какие огромные бархатцы. Бархатцы отклоненные просто из полины. Снимала все в течение дня, с утра, после дождика. И потом уже, когда прикопала розы, смонтирую и показывать буду по порядку. То есть то, что я сняла с утра, и потом уже в течение дня. Здесь у меня ива на переднем плане растет лакучия, а за ней ива пурпурная нано, тоже черенки кстати говоря. Сейчас попробую зайти с той стороны показать, попробую пробраться. Ну вот может быть видно, вот здесь мелкие листики, это как раз пурпурная нано. Ждем, когда облетит листва, но листва облетать не хочет, чтобы их пересаживать. Просто я очень боюсь их пересаживать, они могут погибнуть после пересадки такой. Стволы уже большие. Ну, наверное, если погода на этой неделе позволит, обещают на этой неделе нам хотя бы пасмурно, но без дождей. Если получится, тогда буду пересаживать. Здесь черенки гортензии прекрасно себя чувствуют. Меня спрашивают, что я буду с ними делать на зиму, укрывать буду или не буду укрывать. Сейчас сойду с той стороны. Укрывать, наверное, не буду. Может быть ящик положу. Мне на самом деле столько гортензии не нужно. Это гортензия неизвестного названия, пересорт из бейкер. Покупалась как пинг-даймонд, но она совсем не пинг-даймонд, она даже не порозорела, были белые соцветия. Так что не знаю, что это за гортензия, но черенки все прекрасно растут. Я не знаю, здесь больше десяти у меня уже черенков. Хаутунья тоже пострадала от заморозков. Здесь розу Роял Бакара муж уже обрезал, который я показывала в прошлом обзоре. Здесь у меня живучка прекрасно себя чувствует. У меня в этой грядке прикопаны растения для посадки в ракарий. Что-то прикопано для того, чтобы предлагать в следующем году в продаже. Хвост здесь у меня поделено. И смотрите, бархатцы. Бархатцы тоже нужно все отсюда убирать. Убирать здесь петрушку. Мы петрушки много насушили, так что это скорее всего уже уйдет в компост. Здесь убрали перец острый. Остался только сердырей. Вот про этот сердырей я говорила, что мы вырастили его из купленного в магазине сердырей зимой. То есть мы покупали сердырей для еды. Оставшуюся прикорневую розетку поставили в воду. Она дала корешки, а потом я в горшочек прикопала и сюда уже высаживали в качестве рассадок. Вот такой большой. Выкопала я его. Вот такой вот огромный сердырей. Смотрите, какой куст огромный просто. Корневая вот такая наросла, тяжеленной. Здесь вот видите, мы все это резали, ели много. Он наращивает новые побеги после обрезки. Была вот такая маленькая прикорневая розетка. Поставили в воду, она дала корни, потом в горшок и сюда уже в грядку. Уже в качестве рассады. Вот такой огромный. Смотрите, это все один куст. Вот он. Поворачивая его. Вот такой огромный куст. Мы сейчас часть обрежем. Можно заморозить, можно засолить. Вообще любим сердырей. Не каждый день, конечно, его едим жильем, но в салаты, в готовку, в горячие блюда очень хорошо. Много калия, кстати говоря, полезно для сердца. Так что пробуйте. Можно будет вот таким образом без посева семян, без пикирования, на рассаду и так далее. Просто поставили в воду, получили корешки, потом прикопали в землю и вот такой огромнейший сердырей вырос. Начинаю убирать бархатцы, потому что они уже подмершие. А здесь вот с этой стороны не очень подмершие, потому что меньше там, видимо, холода было. Но вот с этой стороны не подмершие все. Я просто для чего показываю. Это всего один куст. Смотрите. Корневая система совсем небольшая. И вот такой огромный кустище. Сейчас попробую поднять, показать вам. Вот беру за одну веточку. Вот видите, одна веточка. Вот так поднимаю. И это все один куст вот такой огромный. Деточка одна здесь даже начала укореняться. Легла на землю и начала укореняться. Это все один кустик. Такие вот огромные бархатцы. Вот что значит в грядке. Хорошая земля, хороший полив. Начала распаковывать розы, барбарис и мискан. Сейчас покажу то, что успела распаковать. Здесь у меня вот две розочки Бэби Маскарад и Блэк Бакара уже распаковала. У Бэби Маскарад такие корни. Вообще упаковано было неплохо. Здесь гидрогель, здесь торф. Вот я уже сюда его высыпаю. Он, конечно, высыпается, когда распечатываешь. Всасывающих корней, конечно, нет. Но вот на Бэби Маскарад есть даже почка. Даже две. Так что буду прикапывать. Сейчас корешки подрежу. Мне посоветовали еще и побеги подрезать. Так, теперь следующая розочка, то, что я уже открыла. Это роза Блэк Бакара. Я уже показывала, какие у нее побеги. И здесь вот такие корешки. Тоже корешки буду подрезать. Тоже гидрогель. Всасывающих корешков нет. Но надеюсь, что она нормально перезимует. Такая розочка. Сейчас остальные распакую, тоже покажу. И распаковала еще Барбарисы и Мискантус. У Барбарисов вот такие корешки. Корешки живые. Тоже буду прикапывать. Вверх думаю, что обрезать не буду. Лучше обрежу весной, в крайнем случае. И Мискантус. У Мискантуса даже не осыпался торф. Но я даже не буду, наверное, его и убирать. Так, прикопаю. Тоже есть почки. Так что я думаю, что он живой. Хоть я и переживала и за Барбарисы, и за Мискантус. Но надеюсь, что они нормально перезимуют. Нормально будут расти уже в следующем году. И здесь у меня еще 4 розы. Их сейчас тоже распакую. И тогда покажу. Здесь, конечно, моя помощница обязательно пришла помогать. Так, ну вот, все распаковала. И сейчас слева направо. Это Абрахамдерби. Здесь вот есть молодые побеги. Вот такие корешки. Специально подложила белый мешок для того, чтобы было лучше видно. Так, следующая Бидермиер роза. Здесь даже у меня не осыпался торф. Вот начали осыпаться вот такие корешки. Они загнуты. Так что нужно будет их подрезать. Вот это роза Абракадабра. Тоже загнутые корешки длинные. Я тоже буду подрезать. Вот эта розочка оранжебеби. Здесь вот такие корешки длинные. Один корень. Здесь есть корешки. И здесь тоже внизу есть. Немножко подрежу вверх. Прикреплю этикетки, чтобы не перепутать в следующем году. Хотя их сложно перепутать. И буду прикапывать. И вот что у меня получилось. Я закрепила на всех розах этикетки. Вверх обрезала немного. И немного подрезала корни. Не слишком кардинально. Потому что, например, вот у этой розы, у Бэби Оранж, у нее длинный корень. Я даже боюсь обрезать. Я немножко только подрезала. Буковые корешки. Центральные не стала обрезать. Вот столько я обрезала. Обрезала даже листики молодые. Новые побеги. И теперь буду прикапывать. А укрывать уже буду чуть позже. Уложу на лапник. Нарежу лапника. И побеги уложу на лапник. И практически горизонтально прикопаю. Чтобы мне было потом легче укрывать. Когда прикопают, уже покажу, что получилось. Начала уже прикапывать. Здесь вырыла небольшую траншейку для корней. Убрала землю и ведро пока. Для побегов. Подстелила лапник. Нарезала лапника. И для подстилки, и потом для укрытия. Благо у нас здесь есть, где резать лапник. Далеко ходить не надо. Здесь у нас елки растут. Нарезала даже больше, чем нужно. Но пригодятся. Здесь буду вместе укрывать и розы, и можжевельники с туей. Здесь только мне осталось сейчас прикопать. Я пролью хорошенько раствором фитоспорина, концентрированно. Я не стала замачивать. Хотя надо было бы замочить. Обязательно пролью сейчас густым раствором фитоспорина. И потом уже весной, ранней весной, когда буду выкапывать, также обработаю и фитоспорином, и корневином, когда буду пересаживать. Ну и сейчас прикапываю. Ну и вот что получилось. Прикопала. Здесь потом я еще буду так же закрывать лапником корни. Сейчас пока не буду. Нужно будет хорошенько сейчас еще пролить. Здесь мне будет проще укрыть их вместе. А там, кстати говоря, у меня перед живучкой осталось расти. Я не стала удалять. Петрушка. Здесь у меня было 4 ряда петрушки. Один ряд я оставила. И петрушка здесь в следующем году будет расти. Обычно петрушка не очень хорошо сходит весной. И ранней весной у меня будет уже своя петрушка. И в эту грядку прикопала 2 барбариса эректа. Обрезать не буду. И мискантус. Мискантус обрежу, но попозже. Здесь у меня вся грядка уже перешла в разряд прикопочный. Эта грядка тоже вся занята декоративными растениями. Живучка, конечно, очень смотрится красиво. Стала яркой даже после пересадки. Несмотря на то, что было мало солнца, дождиши. Хорошо вся прижилась после пересадки. Удалилась здесь из всех грядок. Здесь как раз у меня росли бархатцы, куда я сейчас прикапывала розы. Потом бархатцы росли дальше. Вот грядки следующие после традисканции. Там, где у меня традисканция прикопана, следующая грядка, там тоже были бархатцы. И еще вот в этой грядочке, то есть в трех грядках у нас здесь росли бархатцы. Я их отсюда удалила, выкопала с корнем. Корни будем обрубать. А побеги все вот эти с листьями я буду измельчать. И использовать потом в качестве мучи. Смотрите, сколько это всего-навсего. Здесь, ну, я не знаю, 6, наверное, кустиков. Ну, может быть, 8. Такие они все огромные. И у меня еще бархатцев здесь много. То есть вот эти бархатцы все нужно будет удалить. Они уже, конечно, смотрятся некрасиво. Уже потому что заморозки были. И еще у меня много бархатцев в клубе при въезде. И всех я буду измельчать. Из бархатцев получается очень хорошая муча. Сейчас какое-то время нам обещают погоду без дождей. Будем заниматься вплотную ракарием. Доделаем все, постараемся, по крайней мере, до дождей. Ну, а потом уже, если получится, будем заниматься обрезкой многолетних. На этом заканчиваю. Всем большое спасибо. До новых видео. Пока.